Я, честно говоря, у меня уже несколько человек просит прокомментировать эту новость. Я, кстати, всем отказал. А если бы знал, что ты меня спросишь, ты не пришел бы сегодня в студию. Раз ты меня так уже подвалил. В таком случае, не хочу просто критиковать их раньше времени. У меня есть определенный скепсис, который связан с тем, что... Я хочу, чтобы ты покритиковал нас. Это вопрос перекладывания ответственности. Это переход под внешнее управление, чему я не против на самом деле в этой ситуации. То есть это больше про нас, нежели про них. Понятно, что если эти люди, самая большая частная инвестиционная компания в мире, у них все нормально, очевидно. Вопрос к нам. Это знаешь, среди любителей светской жизни есть такие персонажи, которых женщины называют брендфакеры. Они коллекционируют известных людей в своих интимных отношениях, для того, чтобы похвастать потом, что как бы и с этой, и с этой, и с той, или и с этим, я уже не знаю как. Но это своеобразный инвестиционный брендфакерства с нашей стороны. То есть мы... Я не знаю, откуда взялась вообще эта такая пошисть, такая эпидемия в чиновничьих кабинетах. Они считают, что если пригласить каких-то известных людей, вот знаешь, какой-то лейбл, да, там такой известный, то это как бы меняет ситуацию кардинальным образом к лучшему. И я думаю, что все это идет от того, что все наши чиновники, они почему-то ориентируются на медийный эффект, а не на реальный эффект. Вот у нас какое-то пришло время медийных пустых эффектов. Вот все нацелено на какой-то хайп, информационную волну и информационный шок потребителя. Ну вот рассказать всем, что придет вот эта крупнейшая компания, и она тут сделает как бы всем молочные реки и кисельные берега. Я почему высказываю скепсис? Потому что у них нет ни одного проекта девелопмента целой страны. То есть они никогда не занимались девелопментом институционального развития. То есть у них есть хорошие инвестиционные проекты, которые они достигли в достаточно интересных экономических зонах, где они работали в странах, регионах, на рынках и так далее. То есть они выбирали вкусные проекты и зарабатывали на этом. Значит, у них есть хорошие менеджеры, которые умеют сделать правильные ставки. Знаешь, как на забег лошадей. Но задачи-то совершенно другие в Украине стоят. Потому что мы не та лошадь, на которую надо делать ставки. Потому что у нас, если с точки зрения ставок нас рассматривать, то как раз наоборот, на нас ставки делать особо и не нужно. Ну, это если рациональным, холодным умом западного аналитика смотреть на нашу ситуацию.